Друзья, всем привет! С вами Станислав Орехов. В этом видео хочу с вами обсудить те важные вещи, которые должен делать собственник для того, чтобы бизнес развивался стабильно, прогнозируемо и самостоятельно, чтобы были результаты, чтобы все было систематизировано и чтобы все было автоматизировано. Но существует миф, что можно наладить процессы и поехать куда-нибудь на далекий жаркий остров, попивать мохито и самостоятельно все будет работать. К сожалению, ну или к счастью, это миф, и нам все равно придется делать какие-то вещи, потому что если мы не будем делать важные стратегические вещи, то их будет кто-то делать за нас, это будут делать наши сотрудники, и в очень скором времени, через 1, 2, 3 месяца, через полгода, ваш бизнес перестанет быть вашим, он будет бизнесом ваших сотрудников. Чтобы вот всего этого не произошло, чтобы вы постоянно получали финансовый поток, чтобы у вас было все всегда отлично и хорошо, вы должны выполнять свою работу. А эта работа, это работа собственника, работа организатора, и очень многие бизнесмены, предприниматели, которые начинают бизнес, совершают большую-большую ошибку. То есть давайте начнем с самого начала. То есть в самом начале, когда мы начинаем, у нас есть 3 основные роли. Роль номер 1 – это, собственно, мы являемся ключевым сотрудником, чаще всего, который хорошо делает свою работу. Это замечательно, мы ее делаем, в какой-то момент у нас возникает желание ее масштабировать, эту работу и нанять сотрудников. Мы с горем пополам решаем вопросы с тем, что сотрудники работают не так, как мы хотим, прописываем какие-то базовые инструкции, начинаем как-то работать, делегировать. Но все равно мы являемся самым лучшим специалистом, и, к сожалению, очень часто это остается, и очень часто именно это нас ограничивает. Это одна из функций, которые мы продолжаем делать. И все бы ничего. Есть еще другие функции, которые называются функция инвестора. То есть наша задача – финансировать все это дело, то есть весь наш процесс, и, соответственно, инвестор не только платит деньги, но и получает дивиденды. То есть мы должны финансовые модели по-любому заложить для себя те деньги, которые мы будем получать. И еще здесь одна функция – это функция нашего стратега, да, то есть каким бизнес мы планируем, почему этот бизнес именно наш, почему мы его начинаем, почему именно вот с этой философии, с этой идеологии мы выходим. То есть вот эти вот три ключевые показателя. Первое – это то, какой мы эксперт, что мы умеем делать, то, что нам нравится, то, что доставляет удовольствие. Именно поэтому мы в этом эксперты, чаще всего в этой теме у нас есть талант. Второе – это мы инвестируем время свое, вместо выходных иногда работаем, иногда вместо работы посвящаем время развитию бизнеса. И третье – это придумывание правил, документов, материалов, которые у нас должны лечь в основу нашего бизнеса и нашей вот этой вот качественной работы. Все это дело мы должны продумывать и должны делать это основательно. Вот большая проблема возникает в том, когда руководители бизнеса, да, естественно, все мы являемся инвесторами, естественно, все мы являемся идеологами, да, но очень часто мы продолжаем являться самыми лучшими сотрудниками. Так вот, наша самая главная задача – построить систему автоматическую, систему привлечения клиентов и автоматическую систему продаж и систему автоматизации для того, чтобы вывести себя из бизнеса, из именно творческого процесса, из делания работы и поставить туда директора, который будет отвечать за отдел производства. Вот с этим мы должны работать. То есть это вот первая ошибка, ее нужно просто понять и понять, что мы двигаемся в эту сторону. Отлично, если мы двигаемся в эту сторону, что же дальше? Вообще, что должен делать руководитель и собственник? То есть самое главное, что мы должны делать, это мы должны поставить, придумывать систему, прописать правила, нанять людей и просто не мешать им. То есть мы должны с архитектурной точки зрения, с дизайнерской точки зрения подойти к созданию нашего бизнеса. И для того, чтобы он был системным, нам нужно сделать несколько блоков, проработать их детально, заняться этим получается один раз и дальше поставить туда людей. Если мы спроектировали наш механизм, то дальше он автоматически будет работать и приносить нам и деньги, и удовольствие. И клиенты будут получать тот продукт, ради которого они пришли. Поэтому ключевая обязанность, ключевая задача собственника – это придумать механизм, поставить людей и не мешать им. Только контролировать по тем точкам, соблюдают ли сотрудники ту идеологию, ту философию, которую вы заложили в этот бизнес. То есть это вот к чему мы идем. Это наша философия, философия нашего бизнеса. Теперь идеология. То есть из чего это состоит? Что такое идеология? Это вот то, как мы придумали, как мы это будем воплощать. И здесь есть несколько разных блоков, которые нам нужно пройти. Кто-то делит это на 7 блоков, кто-то на 6, кто-то на 5, кто-то на 12. То есть делить можно как угодно. Я разделил, подготовил небольшую методичку и разделил на 5 основных блоков. Эти 5 основных блоков вы должны делать по-любому. То есть эта задача получается ваша как собственника. Вы их не можете делегировать, потому что если вы их делегируете, их будет кто-то делать другой, так как он считает нужным. И 3 блока, которые, казалось бы, тоже вы должны делать, которые тоже являются очень важными, стратегическими в нашем бизнесе, но которые справедливо и точно можно делегировать. Давайте вот сейчас во всем этом разберемся. Разберемся. У нас есть такой небольшой план. Не знаю, видно, не видно, но я сейчас задиктую и все будет видно. Итак, всего 8 основных позиций. 5 сам занимаешься и 3 можно делегировать. 8 позиций, которые абсолютно точно должны быть в вашем бизнесе. Итак, если мы строим бизнес по-взрослому, если мы хотим добиться автоматически созданного бизнеса, системы, которая будет работать как часы, мы должны придерживаться всей этой истории. То, что нельзя ни в коем случае делегировать, это работа с идеологией, с философией. Мы сами пришли в эту индустрию, в которую у вас есть. Мы сами понимаем, что являются для нас критерием качества, критерия хорошего вкуса, критерием качественного продукта. И мы почему-то здесь находимся. Мы как-то хотим сделать мир лучше и хотим это сделать не просто вот абстрактно лучше, да. И хотим еще сделать, донести частичку себя, своего творческого процесса, своего «я» в индустрию, в мир и сделать это так, как нам нравится. То есть это вот то, в чем у нас талант. И это мы должны продумать, прописать. У нас должна быть четко, точно прописана идеология, философия. У нас должна быть просчитана здесь финансовая модель. То есть здесь мы должны понять, на чем мы будем зарабатывать, как мы будем зарабатывать. Здесь же мы прописываем модель возврата, то есть сколько мы будем получать денег назад как инвестор. Когда мы будем получать, как будет распределяться между собой все эти деньги. То есть здесь мы занимаемся полностью описанием того бизнеса, по которому мы планируем работать. Если этого не сделать, то все дальнейшие действия бессмысленны. Мы это делаем и должны будем это корректировать, если у нас будут стратегические планы. Поменяются в дальнейшем после года работы. Следующая часть прописали, утвердили, согласовали. То есть это концепция нашего бизнеса. Здесь мы точно должны это сделать самостоятельно. Никому делегировать это нельзя, никаким агентствам невозможно. Вторая часть, что мы должны сделать, это создание маркетинга. То есть как мы все это дело будем продавать, кому продавать, каким людям, какие будут у нас предложения для них. Аватар клиент, то есть кому мы будем продавать нашу услугу, которую мы упаковали. Это очень важно. Это тоже нельзя отдать маркетологу, к сожалению. Потому что если мы отдаем это маркетологу, маркетолог ни в коем случае, он не знает наши стратегические цели, он не знает, почему мы продаем именно этим людям, он будет предлагать как можно больше заработать денег с того, чем мы занимаемся. Ну допустим, если мы занимаемся какой-то вот философией, вот у нас есть идея какая-то. И эта идея может гидро, корень нашего бизнеса, самая главная суть. А маркетолог будет предлагать совершенно разные варианты, каким образом можно еще и еще и еще заработать деньги. И в итоге мы придем к тому, что не будем заниматься своим делом, а будем заниматься, допустим, пирожки продавать, либо доставлять продукты или не продукты, услуги какие-нибудь делать, которые совершенно нас не касаются. Просто потому что маркетолог в этом разбирается, он придумает, что давайте это делать. Потому что людям свойственно делать то, в чем они разбираются и советовать выполнять свою работу. Нам нужно, чтобы маркетолог и все наши сотрудники в дальнейшем выполняли не то, в чем они разбираются, что они делают, а выполняют нашу миссию, нашу цель, нашу задачу с условием тех навыков, которые у них есть. Поэтому вторая часть это стратегические вот эти вот исследования, аватары клиентов, нескольких аватаров клиентов, кому мы будем продавать нашу основную услугу и как именно мы это будем делать. Сюда же можно отнести наше позиционирование, наше внутреннее я, наш брендинг, как люди будут нас воспринимать. Мы должны понимать, что вот почему именно так, то есть мы вот свои футболки записываем, либо мы в пиджаках находимся в каком-нибудь конференц-зале, и вот все из себя деловые люди. То есть мы должны понимать в зависимости от нашей идеологии, как мы хотим, чтобы нас воспринимали клиенты. Наш бизнес это такой вот лайфстайл бизнес, мы говорим о том, что можно контролировать и упаковывать свои знания, свои продукты, услуги и контролировать бизнес на расстоянии. Мы живым примером это показываем, поэтому я вот сейчас нахожусь где-то на холмах во Франции, с этой вот калиткой, которая дергается в футболке, и при этом бизнес работает как надо, я его контролирую с планшета. Вот это вот моя философия, то, что я двигаю. У вас должна быть своя, вы должны понимать все-таки, как вы показываете людям, что вы показываете, транслировать на клиентов, что им будет ближе, и какие-то клиенты. В общем, вторая часть, вы должны сами об этом позаботиться, запомните, нельзя взять человека, нельзя взять маркетолога, потому что он не знает ваших ключевых задач, как вы должны это делать. Третья часть, третья часть, то, что нельзя делегировать, это технология. Технология это то, что отличает наш бизнес от всех остальных. Что такое технология? Это именно наше ноу-хау, наше изобретение, как мы выходим на такие крутые показатели, которые у нас сейчас получаются. У каждого это свое, то есть у дизайнеров это, допустим, как они ведут дизайн-проект, чтобы у них получался вот такой стиль. У, допустим, видеографов это то, как они записывают такое красивое видео. У тех, кто производит мебель, это процесс производства мебели, от начала до конца весь производственный процесс, как он сделан так, чтобы детали выходили ровные. Вот это вот ноу-хау, вот эта технология, она есть тоже, ну, либо у вас, она уже у вас есть, вы ее должны упаковать, если у вас уже есть бизнес. Если вы только начинаете бизнес, либо открываете новые направления, то вы можете эту технологию где-то позаимствовать, для этого можно произвести интервью, взять какого-то эксперта, вытащить у него эту технологию, упаковать, понять ее самому, чтобы разбираться и сделать ее вот ключевым ядром. То есть если у нас нету, если у вас нету, получается, технологии, если нет ключевого ядра, отдела производства, да, и понимание, как этот отдел производства добивается результата, то, опять же, если вы поставите людей, которые будут это делать, они будут делать, как они привыкли. Ваша задача сделать так, чтобы вы разработали эту технологию. Почему это важно? Да, казалось бы, абсурдным, надо взять хорошего дизайнера, да, и он будет делать дизайн. Ничего подобного. Он будет делать дизайн, так как он привык. К сожалению, возникает такой парадокс. Тот человек, который делает, он делает, как он привык, как он научился. Не всегда этот способ оптимальный. Но еще проблема заключается в том, что очень сложно человеку, который делает какую-то работу, да, понять, что он делает не так. Для этого нужно выйти из этой работы, из бизнеса, да, и посмотреть все то, что мы делаем сверху. Вот у простого сотрудника, который это делает, каким бы он профессиональным и крутым не был, у него нет такой возможности, к сожалению. Поэтому наша задача, как руководителя, смотреть на все процессы, знать, как они происходят, и оптимизировать их, внедрять усовершенствование в эту технологию. То есть наша задача здесь даже не столько разработать технологию, сколько усовершенствовать ее. И этим должны заниматься мы. Это нельзя ни в коем случае делегировать, потому что если мы делегируем, еще раз говорю, то это будет какая-то непонятная история без нашего ноу-хау, без отличия. Да, вот все компании, все студии отличаются именно вот процессом производства. У дизайнеров это свой стиль, у видеографов это там тоже может быть свое какое-то видео, у отдела производства там мебели, это вот свои какие-то модели, свои ноу-хау, свои технологии, свои там вот какие-то вот в Италии там или во Франции у какого-нибудь ремесленника, у него там годами передающиеся вот эти вот технологии от отца к сыну. Вот у них вот это ноу-хау. Вот у каждого может быть такое же. Оно может быть максимально технологизировано, как в Макдональдсе, допустим, когда вообще все процессы, регламенты прописаны. А может быть вот такое упакованное, которое передается из уст в уста. Но оно должно быть. И за это отвечает тоже, получается, собственно, отвечаете вы. Это нельзя делегировать технологии, это ключ, это вот ядро нашего бизнеса. Следующее, это сотрудники. Наша ключевая задача работать с сотрудниками. Ну даже с людьми я назову это так, потому что здесь не только сотрудники, людей мы должны делить на три основные категории. То есть первая категория, это рядовые сотрудники, исполнители, которые работают по нашим правилам. Для этих сотрудников наша задача по нашей технологии прописать регламенты, то есть разделить всю технологию на роли и функции. У нас их есть несколько ролей и функций. Есть специалист, ведущий специалист, кто за качество отвечает, директор, допустим, да, есть руководитель, кто считает показатели. Мы должны это все разделить и сотрудникам выдать регламенты их работ. То есть у каждого должно быть понимание, сколько он должен запчастей или сколько он должен проектов сделать за неделю, какого качества у них должно быть понимание, у них должны быть инструкции, шаблоны и примеры, как им делать. И у нас должен быть контроль качества, который все это дело принимает. Это достаточно простая история, то есть надо один раз сесть, прописать регламент по технологии, и будет все понятно. Первый – это сотрудники. Мы должны работать с сотрудниками. Но мы должны работать с сотрудниками не сами, а через вторую производную, через менеджеров. То есть то, чем мы занимаемся как руководитель, мы не спускаемся на уровень чертежника, допустим, или визуализатора, или обмерщика, и не говорим ему, что делать. Для этого есть вообще инструкции, написанные отдельными людьми, оптимизированные, сделанные так, как надо. Наша задача через менеджера, через управленца понимать, все ли там хорошо. Поэтому чем мы занимаемся как руководитель, это нанимаем себе управленцев, руководителей направления. То есть есть руководитель направления по таким-то станкам, есть руководитель направления по визуализации, руководитель направления по дизайну. У нас есть руководители, которые отвечают за то, чтобы проект был сделан. И уже эти руководители сами могут нанимать сотрудников, у них есть инструменты. То есть, чтобы руководители работали эффективно и отчитывались вам по показателям, чтобы вы только по показателям это все смотрели. У них должны быть инструменты, которые мы должны подготовить. Это вот те инструкции. Соответственно, мы общаемся только с руководителями, и то не каждый день, а, как правило, раз в неделю еженедельное совещание более чем достаточно. Вот это мы делаем. Если мы этого делать не будем, то, соответственно, работать все это не будет. На этих совещаниях мы должны мотивировать наших руководителей, мы должны сверяться с показателями, мы должны, возможно, устраивать какие-то игровые динамики, чтобы были какие-то соревнования. Но это все отдельно мы изучим на этом блоке по работе с сотрудниками. Ключевое то, что вы не можете это делегировать, мы должны этим так или иначе заниматься. Если направлений вдруг возникает много, то мы можем поставить еще одного руководителя по большому направлению и уже консультироваться с ними. То есть так можно расти дальше. Но для многих это пока рано. Вот для многих будет именно вот работа с руководителями, это основная, получается, ваша работа, ваша обязанность. Без мотивации люди начинают протухать потихонечку, мотивация спадает. Мы должны вдохновлять идеологии, вдохновлять какими-то совершениями, вдохновлять новыми какими-то открытиями. Вот мы должны делать так, чтобы людям было комфортно, чтобы мы вместе работали и двигали нашу лодку, наш бизнес вперед. Это очень важно. В общем, сотрудники. И третья категория по сотрудникам это наши партнеры. То есть кто работает с партнерами, это такое часто бывает, когда бизнес начинается совместно. У нас по-любому есть разные зоны ответственности. Кто-то отвечает за привлечение клиентов, кто-то за организацию, кто-то отвечает за исполнение отдела производства. Допустим, если в дизайне мы возьмем, то это может быть дизайн интерьеров. Кто-то отвечает за отдел производства дизайна, кто-то отвечает за поставки и реализацию, то есть где деньги зарабатываются, а кто-то отвечает за стройку. И вот там бывает 2, 3, бывает даже 4 партнера, которые не могут договориться, и каждая технология конфликтует одна с другой. От этого нужно избавляться, то есть ваша задача будет собраться партнерами, распределить обязанности, кто чем занимается конкретно, прописать это на бумаге, и по этой бумаге уже дальше тоже встречаться и обсуждать на еженедельных совещаниях, желательно кто что сделал, у кого какие планы, и также мотивировать подбайдеры друг друга. Итак, работа с сотрудниками для нас как руководителя заключается не в трех, а в двух направлениях, то есть напомню три направления, это работа с сотрудниками рядовыми, вы это не делаете, это делают менеджеры, вы работаете с менеджерами и вы работаете с партнерами, у кого есть партнер, у кого партнеров нет, соответственно без партнера, только с менеджерами. Все, больше вы ничего не делаете. И это тоже ваша работа, вы по-любому должны ее делать, нельзя ее делегировать другим, иначе работать не будет. И пятое, это стратегия и масштабирование. Что это такое? Ну вот тот миф, с которым мы начали, что ты уехал отдыхать на пляже, лежишь, попиваешь мохито и все работает. Ничего подобного, если вы не будете меняться, мир меняется, рынок меняется, клиенты меняются, услуги приедаются и так или иначе нам нужно расти. Чтобы расти, как правило, раз в полгода вы должны устраивать такую встряску, встречаться всем руководителям и придумывать новые направления, как вы будете улучшать, куда вы будете двигаться дальше стратегически, что изменится. Идеология не изменится, не изменится, скорее всего, философия, идеология может чуть-чуть подредактироваться. Вы можете запускать новые продукты, вы можете запускать новые сервисы, вы можете смотреть показатели и по этим показателям понимать, что нам невыгодно, допустим, возить мебель из Италии, да, мы будем делать ее у себя на заводе в мытищах, да, это выгоднее получается, у нас есть там супер вот такой прораб, который все это будет, мастер производства, который все это будет делать Вот вы это решили, вы закрываете потихонечку направление привозки мебели из Италии и занимаетесь обустройством завода, вот это вот вы решаете не просто когда там появился какой-то мастер и вдруг, да, это вы решаете планово раз в полгода, либо раз в год у кого как, кто как захочет для того, чтобы двигаться дальше и этим вы должны заниматься Это тоже работа, которую нельзя делегировать Отлично, мы с вами обсудили 5 основных функций, которые ни в коем случае нельзя делегировать, давайте их еще раз озвучим для того, чтобы закрепить и запомнить То есть первое, идеология, философия, вы занимаетесь ей по-любому, вы прописываете модель вашей работы студии, на чем вы зарабатываете, какая у вас финансовая модель, сколько будете денег получать вы, сколько сотрудники, сколько даете на рекламу, сколько партнерам, в общем прописываете всю модель, как она будет работать Это нельзя делегировать, это должно быть у вас Вторая часть это маркетинг, брендинг и рынок, то есть кому вы продаете, какие у вас услуги, как они будут продаваться, как вы будете выглядеть для клиентов Третье это технология, по-любому вы должны позаботиться о том, чтобы ваша технология была крутая, уникальная, чтобы с ней все было хорошо, чтобы она шла как по маслу, чтобы в ней все процессы были прописаны Вы должны разбираться в технологии и понимать, что там внутри Следующее это сотрудники, работаем с партнером, работаем с сотрудниками рядовыми через менеджеров Все, дальше возникает еще три основных элемента, которые тоже должны быть в нашем бизнесе, в любом бизнесе, без них ну совершенно не получится Это упаковка, мы должны не только придумывать, мы должны объяснить и показать клиентам, должны убедить их на их языке, что наш сервис, наша услуга, наш продукт оптимальный, качественный для них Для этого мы упаковываем наш бизнес и упаковкой мы можем заниматься с помощью других людей То есть как это происходит? Мы нанимаем копирайтера, мы нанимаем редактора, мы нанимаем дизайнера графического, который делает нам буклеты, материалы, сайты То есть нам не обязательно во всем этом разбираться, мы можем нанять людей Но ключевое здесь что? Ключевое здесь техническое задание Почему у многих не получается сделать нормальный продающий сайт? Потому что люди, которых вы нанимаете, они не разбираются в вашей идеологии, они не разбираются в технологии, они не знают тонкостей Если вы на первых пяти этапах не позаботились о том, чтобы все это проработать, то, соответственно, выдавая задание, вы не можете дать качественные задания А люди, которые будут делать, они делают, как они привыкли, а не так, как вам надо Поэтому здесь ключевое, да, вы можете это делегировать, вы можете делегировать упаковку абсолютно всего Более того, вы должны это делать, вы не должны разбираться сами досконально в графическом дизайне, в копирайтере Но вы должны принять результат, то есть вы должны знать, что такое хорошо в графическом дизайне и в копирайтинге, что такое плохо, как ваш бизнес будет выглядеть хорошо, как ваш бизнес будет плохо Но более того, вы даже можете сделать еще интереснее Вот представьте, что вам нужно сделать сайт, и чтобы сделать сайт, можно нанять себе сотрудников, но, к сожалению, почему это не получится сделать хорошо Потому что сотрудники, ну, либо агентства, чаще всего не разберется детально в идеологии, не разберется детально в философии, не разберется, какой ваш сайт должен быть, почему он должен быть такой, какие ваши клиенты То есть это очень трудозатратно, но для того, чтобы сделать, допустим, идеологию, философию и вообще понять, кто ваш клиент, чтобы прописать аватар, нужно потратить, ну, примерно месяц, да, минимально, для того, чтобы вообще понять, как вы и кому будете продавать И это должны делать вы, кто так или иначе разбирается немножко в бизнесе. А вот человек со стороны, да, вот он пришел, он смотрит, его какая задача. Его задача денег заработать, вы тоже должны это понимать. И ему побыстрее хочется сделать свой продукт, он как-то его делает, как-то запускает. Ну вот давайте пойдем, никто не копает так глубоко. Фокус заключается в том, что именно на глубине, именно в деталях включаются все ключевые вещи, которые вы делаете, с которыми вы сможете работать и с которыми вы сможете взлететь максимально высоко. Поэтому, прокопав один раз в глубину, вы уже сделали это на первых пяти пунктах, вы не нанимаете людей и не просите их сделать вот то, что вам нужно сделать сейчас, а вы выдаете им готовое практически техническое задание для того, чтобы они уже по вашему техническому заданию сделали так, как нужно. Вот и все. То есть вы должны отдать и проконтролировать. Более того, если они сделают что-то не так, то у вас есть ТЗ, да, то есть техническое задание. Вы говорите, у меня аватар клиента такой, да, если они написали. Вот его страхи, вот его желания, вот как это должно выглядеть, вот как это должно продаваться, вот как мы планируем это сделать, это вам техническое задание, пожалуйста, подпишите. И только после этого вы подписываете контракт. И если по результату окажется, что они сделали что-то не то, ну вот нанятые вами агентства сделали что-то не так, вы можете спокойно разорвать контракт, вы спокойно можете потребовать деньги назад. Поэтому эту часть можно делегировать. И нужно более того, ее делегировать, один раз прописав, как вы хотите, как вы планируете, чтобы выглядела ваша вот эта вот работа. То же самое касается не только сайта, то же самое касается оформления стенда, оформления производства, оформления офиса, оформления шоурума. Любое оформление должно проходить через призму того, что вы сделали на этапе философии и идеологии. А упаковывать должны специализированные ребята, специализированные копирайтеры, специализированные графические дизайнеры, а вы только принимать результат. И так упаковку можно делегировать. Но она безумно важна, без этого ваш бизнес не будет работать. Второе, что можно и нужно делегировать, как ни странно, это продажа. То есть продажи это вообще наше все, с продажей мы начинаем, с продажами мы продолжаем, продажи это вот то, что подпитывает наш бизнес. Но мы не должны заниматься этим самостоятельно. Самостоятельно мы должны заниматься только технологией производства. Исключение, если у нас продажи являются наши технологии производства, то есть если мы агентство, которое приводит клиентов. В этом случае у нас производство это продажи. В любом другом случае на продаже можно нанять отдельных специалистов и нужно, да, можно это построить отдел, можно это все оптимизировать, систематизировать, построить графики и просто забыть о продажах и принимать только ключевые показатели. Это и нужно сделать, это и будет вот нашей такой вот важной частью для работы, потому что если мы опять же будем заниматься и производством, и продажами, это ни к чему хорошему не приведет. Продажи можно и нужно автоматизировать, запомните это, пожалуйста, если вы не являетесь агентством, у которого продажи это и есть технология, то есть в чем заключено ноу-хау. Более того, автоматизировав и оптимизировав, передав продажи другим там сотрудникам, либо на аутсорс, вы можете подключить несколько разных каналов, автоматизировать, вы можете сделать там и YouTube рекламу, активные продажи и контент-маркетинг и через известность, да, вы можете сразу несколько каналов запустить. Не то, что можете, вы должны это сделать, для того, чтобы бизнес рос семимильными шагами, да, не пытался на месте. Нет такого понятия, как правильная реклама или неправильная. Вся реклама должна быть и вы ее можете запустить комплекса, только если вы делегируете, а не будете заниматься тем, что вот там вам лично нравится, нравится вам писать текст, вы будете только тексты писать. Но вы не будете на видео, да, в YouTube, а это очень важный канал, вы не будете там в Instagram, вы не будете на выставках, а надо все. Поэтому делегируйте продажи смело и чтобы их делегировать, вы должны опять же прописать заранее аватар клиента, прописать вашу идеологию, понять и прописать и отдать людям, какие тексты вы хотите, какие картинки должны быть. Вот, в общем, дать ограничения и по этим ограничениям контролировать результат. Сколько вы хотите заявок и платить только за конкретные заявки, сколько вы хотите и каких клиентов, для этого можно сделать анкету, чтобы те маркетологи, которые приводят, обещают вам, что вот у вас будет 100 заявок в день. Что это будут за заявки? Это будут бабушки, которым нужно там сделать маленькую комнату, да, или сделать какую-то уборку в комнате, либо это будут полноценные бизнес-клиенты, которым нужно там дом построить. Вот что это за заявки? Вы можете сделать анкету, по которой будете принимать результаты, говорите, окей, 100 нам не надо, давайте 10, но вот крутых. И мы будем считать ваши показатели не по количеству заявок каких-то абстрактных, а по количеству заполненных анкет со стороны клиентов. Вот это уже бизнес возникает. И вы сможете прописать анкету только после того, как заполните заранее на первых вот этих двух этапах аватар-клиента, да, и понимание идеологии. То есть вам нужны те заявки, которые соответствуют вашей идеологии. И эти заявки вы должны поставить в техническое задание тем людям, которым вы будете делегировать продажи. Это очень важно. То есть продажи критически важны, без них вообще никак, но их можно делегировать. Не забывайте об этом. И третье, что можно и нужно автоматизировать, это автоматизация, да, автоматизировать автоматизацию. Передать, полностью делегировать. Что это такое? Автоматизация – это роботы, которые позволяют нам управлять процессами на расстоянии, которые позволяют нам убрать людей и сделать какие-то вещи, которые помогают людям, вашим сотрудникам быть эффективными. Ну, к примеру, что можно автоматизировать? Вот для того, чтобы понимать, кто сколько работает, кто у вас из сотрудников заслуживает бонуса, а кто работает плохо, вам нужны показатели с них снимать. Чтобы это автоматизировать, как вот мы делали до недавнего времени, мы просто спрашивали, сколько времени, на какой проект сотрудник тратит, и записывали это в Excel-таблицу. Ну, это неудобно, потому что люди забывали, потому что нам приходилось менеджера на это тратить, и потом Excel-таблицу нам приходилось каждый месяц подбивать вот эти итоги. Там возникали ошибки, они были, да, их можно было найти, но где-то целый день мы занимались, один человек только занимался тем, чтобы просчитывал, смотрел, никто ли там не накосячил, и потом разбирали это еще все для того, чтобы выплатить зарплаты и бонусы. Как это можно автоматизировать, убрав вот эти вот два человека дня, да, из жизни вообще? Можно создать систему, которая, да, стоит денег, либо подписаться на эту систему, которая автоматически учитывает все показатели. Для того, чтобы она работала, каждый сотрудник должен там каждый день просто написать, что он делает. Это автоматизация. То же самое система обработки заявок. Вот вы получаете заявки, вам нужно понимать, что происходит с каждым клиентом. Если этого не сделать, вы теряете там половину, если не больше клиентов, которые просто забывают менеджера, ну если вы не сами звоните. А если сами звоните, то тем более это глупо, потому что вы должны стратегией заниматься вот теми вещами, которые мы сейчас обсудили, а не отвечать на звонки, не заниматься продажами, допродажами. Поэтому автоматизация очень сильно ускоряет нашу историю, и хорошая новость в том, что ее можно и нужно делегировать. То есть автоматизация еще такая штука есть, что каждый год, каждый полгода, каждый месяц практически выходит что-то новенькое. И быть в курсе всех систем абсолютно невозможно. Кто-то должен этим заниматься, и кто-то должен постоянно внедрять какие-то новые темы, и постоянно с течением времени усовершенствовать свой бизнес. И я надеюсь, это будете не вы, а у вас будет сотрудник, который будет отвечать за автоматизацию всех процессов. Более того, в каждом отделении, в отделении продаж своя автоматизация, в отделении производства своя автоматизация, в отделении известности, создания каких-то кейсов, создания экспертности, прямых продаж, в каждой области есть свой руководитель, который должен отвечать за автоматизацию. И это тоже можно и нужно делегировать. В общем, сейчас мы посмотрели, еще раз напомню, 8 основных вещей, без которых бизнес вообще не будет работать. Никак, никогда, но хорошая новость в том, что не всеми ими надо заниматься, и часть их можно делегировать. Напомню, какие-то это упаковка, продажа и автоматизация, их можно делегировать, но вы должны их контролировать и знать. Еще есть то, что ни в коем случае вы не можете делегировать, потому что это является ядром вашего бизнеса. Если вы делать этого не будете или не будете контролировать весь этот процесс, то ваш бизнес скоро перестанет быть вашим. Это 5 основных функций. Идеология, маркетинг, технология, сотрудники и стратегии масштабирования. Итак, зная всю эту информацию, распределяйте свое время, свои навыки, свои ресурсы, которые у вас есть. Это денежное время и энергию именно на то, что вам в дальнейшем на стратегическом плане, на длинное плечо принесет максимальные результаты. Итак, надеюсь, это видео было вам полезно, понятно и интересно. Если у вас есть какие-то вопросы, либо собственные мнения, либо вы с чем-то не согласны, давайте обсудим это в комментариях. Пишите их под этим видео и постараемся дать обратную связь по вашим советам, рекомендациям и вопросам. На этом все. До следующей связи.